Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Однако адвокаты, родственники и даже дипломаты рассчитывают, что до этого не дойдет С огромным круглит, с которыми я общаюсь, так или иначе звучит одно и то же Да, мы ее отпустим, но вот нужен подходящий момент, который мы выбираем в сочетании как юридических, процессуальных моментов, которые того требуют Ну то есть возможности включить в президентские полномочия, это вступление в приговор в законную силу Риторика официальных лиц тем временем не меняется По словам пресс-секретаря Путина, Пескова, никакого решения по делу Надежды Савченко до сих пор нет Отговорить от сухой голодовки летчицу планировали еще вчера, адвокаты и даже сестра Вера Однако пленница своего решения не изменила, начиная с завтрашнего дня она не будет принимать даже воду Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканал Интер К Надежде Савченко сегодня обратился Петр Порошенко через генконсула Украины в Ростове-на-Дону Он передал летчице слова поддержки и рассказал о последних шагах предпринятых для ее освобождения А вот в деле российских ГРУшников, обмен которых на Савченко эксперты оценивают как возможный, есть новые подробности Сегодня состоялось очередное судебное заседание Какие факты всплыли и кто из украинских нардепов может стать свидетелем по данному делу, все знать Егор Логинов На сегодняшнем заседании интересы Александрова впервые представлял адвокат Валентин Рыбин Он заявил, что полностью ознакомился с материалами дела и нет смысла начинать все сначала Перед заседанием Рыбин предложил почтить память своего погибшего предшественника Юрия Гробовского минутой молчания После адвокаты приступили к допросу судмедэксперта Яковцовой В основном их интересовали якобы несоответствия в разных частях заключения врача Порой защитники ГРУшников сами путались в своих вопросах Свой вопрос судмедэксперту задал и подсудимый ГРУшник Ерофеев Диаметр отверстия в черепе 0,5-0,5 Оно было оставлено либо средом 0,5 и меньше, но не больше Я эксперт общего профиля Если вам нужны конкретные размеры, какая шуя, какой снаряд и какой снаряд, подождите, еще не ответим Был произведен, пожалуйста, полистическая экспертиза Когда отпустили Яковцову, адвокат Соколовская подала ходатайство о допросе в режиме видеоконференции свидетелей защиты С территорий соседних с Украиной стран Среди них военные из России и так называемый ЛНР, российский судмедэксперт и даже украинский нардеп В качестве одного из свидетелей страна защиты хочет пригласить в зал суда нардепа Юрия Луценко Именно он обнародовал в Верховной Раде записи с мобильного телефона Александра Александрова Которые являются одним из доказательств в деле российских ГРУшников В военной прокуратуре заявляют, возможность допроса свидетелей защиты в режиме видеоконференции определит суд Следующее заседание по делу российских ГРУшников состоится в четверг, 7 апреля в 15.00 Егор Логинов, Иван Ермаков, подробности Телеканал Интер Первая жертва офшорного скандала. В отставку ушел премьер Исландии Журналисты обвинили Сигмин Дюра Гюнлю Иксона и его жену в отмывании миллионов долларов через свою офшорную кампанию Несколько дней чиновник все отрицал, даже просил президента распустить парламент Но тот довольно странную просьбу главы правительства отклонил Накануне на площади перед парламентом отставки Гюнлю Иксона требовали тысячи исландцев Полиции говорят, что даже во времена экономического кризиса столько людей не выходили на протесты Я протестую против коррупции в правительстве Премьер прятал деньги и лгал об этом Министр финансов тоже скрывал свое участие в секретных кампаниях Каждый уже по горло этим сыт Не только Исландию, весь мир продолжает сотрясать эхо этой офшорной бомбы Власти США, например, объявили, что инициируют проведение собственного расследования А вот в Китае на публикацию скандальных материалов отреагировали прямо противоположным образом Все подробности знает наш собственный корреспондент в Вашингтоне Тихон Зятко В опубликованных к этому моменту документах из Панамского архива Американских политиков или знаменитостей нет Однако власти США не оставляют происходящее без внимания Обнародованные журналистами документы проверили департамент юстиции США Как пояснил представитель ведомства Соединенные Штаты серьезно относятся ко всем возможным обвинениям Касающимся коррупции на международном уровне Которые могут быть связаны со страной или ее финансовой системой Следят за журналистским расследованием и в Белом доме Я не могу комментировать конкретные обвинения Которые звучат в адрес лиц, упомянутых в документах Но могу сказать, что Соединенные Штаты остаются ведущей силой В борьбе за прозрачность международной финансовой системы Мы продолжаем борьбу с коррупцией и незаконными финансовыми транзакциями Также пресс-секретарь Белого дома отметил упоминание В Панамском архиве украинских чиновников И подчеркнул опасность преждевременных выводов Сложно сразу делать какие-либо выводы Но правда и то, что президент Порошенко и правительство Украины Демонстрируют приверженность идее проведения антикоррупционных реформ в Украине И Соединенные Штаты его поддерживают в этом Таким образом проверять панамские документы в США будут на самых разных уровнях И вот совсем другая реакция в Китае В документах фигурируют родственники высоко поставленных китайских чиновников В том числе брат жены председателя КНР Китайские власти решили реагировать просто Блокировать информацию Записи, в которых обсуждается панамский архив Попросту удаляют из китайских соцсетей Нет записи, нет проблемы Тихон Зитко, Никита Исайко, подробности Американское бюро телеканала Интер Теперь о европейских отголосках панамского скандала Зачем немецкие банки создавали офшорные компании И когда в Германии введут реестр прозрачности Был ли отец британского премьера Дэвида Кэмерона Директором одной из таких фирм И свежая карикатура от Шарли Эбдо Конечно, про Панамагейт Обо всем подробно в материале Татьяны Лагуновой Панамский скандал не обошел стороной Германию Как минимум 28 банков страны В том числе и финансовые тяжеловесы Фигуранты разоблачительного досье Согласно документам, немецкие банки Зарегистрировали с помощью МОСАК Фонсека Более 1200 офшорных компаний И обеспечивали их работу В интересах нескольких тысяч клиентов Некоторые финансовые учреждения Уже признали, что действительно выступали Своего рода посредниками Но несколько лет назад отказались от этой практики Нужно сказать, что создание и использование Офшорных компаний не является противозаконным Закон нарушается только тогда Когда клиенты используют эти компании Для уклонения от уплаты налогов Или отмывания денег Чтобы в будущем контролировать Деятельность офшорных фирм Власти Германии Уже проанонсировали создание Так называемого реестра прозрачности Офшорных компаний с анонимными бенефициарами В будущем быть не должно Поэтому мы хотим расширить наш закон По борьбе с отмыванием денег И создать реестр прозрачности Чтобы знать, кто владеет такими компаниями Это единственный способ бороться с неуплатой налогов А также с финансированием терроризма На вопросы о панамском досье Пришлось отвечать и пресс-секретарю Британского премьера Если верить документам Ныне покойный отец Дэвида Кэмерона Был одним из директоров британской офшорной компании На Даунинг-стрит заявили никаких комментариев Но подчеркнули премьер ни при чем А вот знаменитый футболист Лионель Месси Упоминание своего имени в скандальных материалах Комментирует охотно Форвард сборной Аргентины и клуба Барселона Собирается подать в суд на газету Зюддойче Цайтунг И журналистов, которые проводили расследование за клевету Отреагировал на скандалы Французский сатирический еженедельник Шарли Эбдо Редакция опубликовала в соцсетях Обложку свежего номера На карикатуре богачи с табличками Я Панама и плакатами Они не изменят наш образ жизни Этот номер поступит в продажу уже завтра Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко Подробности Европейское Бюро телеканала Интер Докатился Панамагейт и до Одессы Там обсуждают, гражданин какой страны Руководит городом Ранее информация о двойном гражданстве Геннадия Труханова уже всплывала в прессе Но только сейчас, после офшорного скандала Зазвучала по-новому Как именно, репортаж наших корреспондентов Весна 2004-го, выборы одесского мэра Борьба не столько кандидатов, как компроматов Тогда Геннадий Труханов впервые Вынужден был отбиваться от оппонентов Дескать, нет у него российского паспорта Мой паспорт Гражданин Украины И вот новый скандал Журналисты проекта «Следство.Инфо» Обнародовали документы о том, что Труханов Якобы учредил офшорные компании На Биргинских островах, чтобы Не платить налоги в украинскую казну А бизнес, между тем, серьезный Продажа земли, ремонт дорог И строительство элитного жилья Особое внимание уделено гражданству Одесского мэра И самое интересное, что в всех регистрационных документах Геннадий Труханов Зазначенный не как гражданин Украины Он имеет другую регистрацию Российскую Московская область, город Сергеев-Пасад Именно там, по данным журналистов Труханову был выдан российский паспорт Сам он прокомментировать нам эту информацию Не смог, не было времени А вот нашим коллегам с громадского ТВ Ответил так У меня есть ответ Генерального консульства Российской Федерации в Украине Который был зачитан Верховной Раде С трибуны Верховной Рады О том, что я не являюсь гражданином Российской Федерации И не обладаю документами Соответствующими документами На скандал с паспортами Отреагировали уже и в СБУ Через великий суспильный резонанс СБУ долучилось до переверки информации Про наявность у мэра Одессы Геннадия Труханова Подвинного гражданства Как долго будут проверять документы одесского градоначальника Неизвестно Во всяком случае, сегодня Труханова вызвали в СБУ, в Киев После проверок все материалы передадут В государственную миграционную службу Напомню, двойное гражданство в Украине Запрещено законом Андрей Анастасов, Игорь Михоношин Подробности телеканал Интер, Одесса Проверку на офшорность высших должностных лиц Украины Обещает государственная фискальная служба Такое поручение налоговикам дал глава ГФС Роман Настиров Вчера я дал доручение Департаменту физических осіб Переверить информацию, которая выкладена в прессе Знайти там ту информацию, которую мы сможем переверить Я думаю, как швидше мы это сделаем Мы будем информировать общество На пресс-конференции главный налоговик Украины Также сообщил, в этом году ожидается Существенное перевыполнение планов сбора денег в госказну Только за первый квартал 2016-го Налоговики собрали рекордную сумму Более 140 миллиардов гривен А это, считает Роман Настиров Значит, что минимальные зарплаты В ближайшее время должны увеличиться И увеличиться существенно Скандал с Панамским архивом Не повлияет на отношения Украины и стран Евросоюза Заявил глава представительства ЕС в Украине Ян Тамбинский И рекомендовал в свете этого скандального дела Не акцентировать внимание исключительно на Украине Ян Тамбинский также говорил о предстоящем референдуме в Нидерландах Ведь уже завтра голландцы должны дать ответ Согласны или нет с ассоциацией между Украиной и ЕС Тамбинский отметил, что надеется на положительный исход этого референдума Кстати, многие уже назвали предстоящее голосование историческим И не только для Украины, а для всего ЕС Какие настроения царят в Нидерландах в преддверии референдума? Расскажет Алексей Пшемыцкий Да или нет, соглашению об ассоциации Украина и ЕС Завтра расскажут жители Нидерландов Несмотря на множество дискуссий и акций Которые последние дни устраивают как сторонники, так и противники соглашения Здесь, в столице Нидерландов, Амстердаме Агитации практически нет Тут не увидишь ни палаток, ни расклеенных на заборах листовок Многие жители города до сих пор не решили, как проголосовать Эта проблема настолько сложная, что я не знаю, как проголосовать Поэтому не пойду Вы пойдете завтра на ветерендум? Да А как проголосуете? Нет Нет? То есть я скажу «да» Я проголосую против Почему? Думаю так правильно У нас куча проблем, которые нужно решать Если нам говорят, что у нас кризис То почему мы должны помогать деньгами другим странам? Нужно помогать здесь О завтрашнем голосовании активно пишут газеты Местные СМИ обошли стороной и участие украинских политиков в панамском скандале Несколько евродепутатов уже высказались, что это явно не сыграет на руку Украине А журналисты издания «Детелеграф» в статье о референдуме говорят о росте евроскептических настроений Как в самих Нидерландах, так и в соседней Великобритании Кстати, оттуда агитировать против соглашения об ассоциации с Украиной Приехал лидер партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фаредж Активно выступающий за выход страны из ЕС Я надеюсь, что в среду вы примете правильное решение, каково бы оно ни было А если вы сделаете это, то очень поможете нам на референдуме 23 июня, который станет судьбоносным Идея Европы – это идея большого бизнеса, банков и политики И единственный способ отказаться от нее – сказать «нет» на референдуме в Голландии и Великобритании Активную поддержку Украине оказывают в правительстве Нидерландов Прийти завтра на референдум и проголосовать «да» призвала министр торговли страны Лилен Плумен Но вот по мнению местных журналистов, на завтрашнем голосовании для местных жителей Речь пойдет вовсе не об их отношении к Украине, а в целом о том, как они относятся к политике Брюсселя В частности, к тому, что касается расширения ЕС Если голландцы скажут «нет» соглашению об ассоциации, это не будет «нет» Украине как стране Это будет «нет» нашему правительству, и решение повлечет последствия Правительству придется считаться с мнением людей С Евроскепсисом активно борются украинские активисты За последние дни здесь провели множество дискуссий, организовали виллопробегы, флешмобы в поддержку Украины А на улицах Амсердама выступают украинские дети из проекта «Хоп Недерландс Хоп» Которые рассказывают жителям города о нашей стране Что скажут голландцы на референдуме, который уже успели окрестить историческим, узнаем завтра Результаты пока будут лишь предварительные Окончательно обещают опубликовать в течение недели Но по данным последних соцопросов, сейчас мнения разделились 50 на 50 Несмотря на то, что референдум носит лишь консультативный характер Правительству страны так или иначе придется считаться с его результатами Из Амстердама Алексей Пшемызкий, Евгений Каминский Подробности телеканал Интер И неутешительные цифры противников соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в Нидерландах больше, чем сторонников Это показывают данные трех соцопросов, утверждает посол по особым поручениям украинского МИДа Дмитрий Кулева Правда, данные опросов очень разнятся Один показал противников больше на 13%, согласно второму на 7% есть еще вариант на 3% Присказать, как проголосуют голландцы, очень сложно, говорит чиновник МИДа Официальные результаты завтрашнего голосования, кстати, будут 12 апреля А вот первые данные экзитполов узнаем уже завтра вечером Специфика голландского выборца полягает в том, что в последний день люди схильнее изменять свою точку зору Под впливом просто спонтанных чинников И в Нидерландах это, как мне пояснилось, довольно серьезный фактор в остаточном результате Петр Порошенко сегодня утром прибыл в Японию Официальный визит по приглашению премьер-министра Синза Абе продлится два дня Запланированные встречи с руководителями обеих палат парламента, другими высокопоставленными чиновниками Обсудить планируют проблемы международной политики в контексте председательства Японии в Большой Семерке Кроме того, для налаживания сотрудничества предусмотрены встречи с представителями японского бизнеса Сегодня президент уже пообщался с губернатором префектуры Киото Киидзи Ямадой и поехал к императору Акихита Я с приемностью хочу поведомить вам, шановные друзья, коллеги Мы планируем 2017 год оголосить роком Японии в Украине И на завершение я хотел бы подякувать уряду Японии, премьер-министру, пану Абе За фантастичную организацию к початку перебывания украинских делараций Ситуация на Донбассе, кризис политики и экономики Главная тема, которую сегодня обсуждали украинские и британские депутаты Делегация из парламента Великобритании приехала в Киев, чтобы из первых уст узнать информацию о ситуации в стране А затем, уже на уровне своего правительства, принимать решение о помощи Украине и санкциях против России Сегодня утром гости встретились с украинской оппозицией А до конца недели планируют выслушать и представителей фракции, ранее входивших в коалицию Также британцы намерены встретиться с замминистра иностранных дел и руководством Национального антикоррупционного бюро Украина представляет большой интерес для Великобритании То, что происходит у вас, влияет на всю Европу Сегодня мы обсудили два вопроса Разрешение конфликта на востоке страны, вопрос экономики и благополучия украинцев Но чтобы в Украину пришли инвестиции, нужно искоренить коррупцию Также мы возлагаем большие надежды на Минские соглашения И хотим, чтобы Великобритания и дальше играла важную роль По решению конфликта на востоке, должны быть проведены выборы на этих территориях Согласно украинского законодательства Это полностью сбегается с позицией европейских парламентарей и Великобритании также В условиях втраты доверия, до парламента, до уряда, яка сегодня я в суспільстве Мы не имеем другого выхода, чем проведение подочерковых парламентских выборов Оборудование нового парламента, формование новой коалиции И на базе этого формование нового уряда Очередное обострение на фронте Более 60 раз за прошедшие сутки боевики нарушили режим прекращения огня Двое украинских военных погибли, 10 получили ранения Наиболее напряженная ситуация на подступах к Горловке и в районе Авдеевке и Донецкого аэропорта Ситуацию там расскажет наш военный корреспондент Ярослав Кречиков Это хвостовик мины 82-го калибра Как минимум полтора десятка таких снарядов по шахте Бутовка накануне выпустили боевики Военные ведут показать откуда Между постами на шахте Бутовка лучше передвигаться, пригибаясь и только бегом Бойцы дают отдышаться только у следующего поста Вот это водонапорная башня, наблюдательный пункт боевиков Если присмотреться, у нас снизу флага постелена как лёжка То бишь залазят, смотрят, наблюдают Корректируют Накануне провокации боевиков начались под покровом ночи Обстрел продолжался как минимум полтора часа Просто начали с пулемета Начал СПКТ, потом начался АГС Потом пошло СПГ и миномет Откуда стреляли боевики, хорошо видно на соседней с шахтой позиции Там, как на ладони, Донецкий аэропорт Военные говорят, именно из-за терминала периодически доносятся звуки вражеских минометов Кроме того, на позициях боевиков постоянно фиксируют движение Вчера тоже бачили, что привозили боеприпасы Бачили, куда разрушали Не можно их достать Все потому, что первыми украинские военные огонь не открывают Только в ответ В то же время бойцы говорят, вполне вероятно Из-за терминала боевики ведут огонь и по Авдеевской промзоне Мы просто слышим, как идут обстрелы с 120-мм минометов Они идут сбоку аэропорта Грубо говоря, над нами перелетает через голову и летит туда, на промзоне В целом, только на Донецком направлении за последние сутки зафиксировано 9 минометных обстрелов Ярослав Кречко, Игорь Сули и Анатолий Воробей Подробности, телеканал Интер Новая метла для Янтарного Эльдорада В Римненской области представили нового начальника областной полиции Удастся ли Сергею Князеву то, на чем споткнулись предшественники А именно очистить регион от нелегальных старателей Кто ему может, да и должен в этом помочь Инна Белецкая продолжит тему Утро в Янтарной Римненской области началось с очередных тревожных новостей Во двор старателей из Федоровки бросили две гранаты Люди не пострадали Это село совсем недалеко от месторождения Гальбин Где сейчас настоящее гуляй-поле со своими законами Навести порядок в Сарнинском районе губернатор ранее призывал нацгвардию По нашей информации бойцы уже там Якобы даже зашла колонна спецтехники Оперативный штаб по борьбе с незаконной добычей Янтаря Работает уже третий день Подключиться к этой работе придется и новому начальнику областной полиции Его представили сегодня Мы будем толерантны, но безкомпромиссны Мы будем идти прямо и не обходить стороной Это не будет стереть, что мы пойдем в прямой конфликт с гражданами Украины Мы будем в первую очередь выкорюнювать коррупционные склады У Князева на форме до сих пор нашивка Закарпатской области Туда его перевели из Донецкой после событий в Мукачеве Замминистр говорит, как начальник областной полиции Князев справился на отлично Теперь же ему еще и помогут Прибыла оперативная группа В том числе мы зайдем во все службы Это и криминальные блоки, и иншие В том числе и представники национальной гвардии И для того, чтобы зараз тут починать и працевать Для того, чтобы разобраться в цей ситуации еще склалось Кто стоит, все вертикали, все схемы Работу предшественника Сергея Максимова омрачали постоянные скандалы То 130 килограммов янтаря из кабинета следователя пропадет То прямо в городе ли отборный камень на песок подменят Комментарий в обоих случаях был универсальным Сейчас проводится служба расследования 22 видео, под вашим новостном попарай в жилье Вы не повноважен? Кто им сказал, что у нас пропал в жилье? Я такого не сказал Неоднозначная была и кадровая политика предшественника Многие из подчиненных оказались причастны К расшиванию незаконной добычи янтаря Некоторые случаи даже документировала прокуратура Но самое главное при Максимове Старатели разгулялись настолько, что Оказывать сопротивление полиции стало нормой На прошлой неделе нелегальные добытчики Даже забросали камнями спецназовцев Которые прибыли на одно из месторождений Для зачистки Удастся ли новому, пока не замешанному В громких скандалах Сергею Князеву Изменить ситуацию станет ясно В ближайшее время А пока в области ждут новых назначений И с тревогой следят за событиями На янтарных месторождениях Инна Белецкая, Николай Васильев Подробности телеканал Интер Ривненская область А у столичных полицейских конфуз Из-под носопатрульных Этой ночи угнали два автомобиля Подробности этого дерзкого грабежа И как оправдываются правоохранители Узнавала Ольга Теребинская Беспрецедентный случай Увели машины прямо со двора райотдела полиции Об этом первыми сообщили в группе на фейсбуке Угнали в Киеве По информации активистов Транспортные средства уже год как стояли там И чтобы их завести Наверняка понадобилось немало времени Как такое могло произойти под носом правоохранителей Активисты предположили Что между ними и похитителями Мог быть сговор Правда прокомментировать на камеру Свои подозрения отказались Как объяснили нам в переписке На них и так уже идет охота за то Что помогают людям найти свои автомобили Тем самым лишают финпотока похитителей Поскольку встретиться с журналистами не захотели и в полиции Спросить, как дежурные не заметили угон Не удалось Но комментарий их прислужбы по поводу кражи В интернете все же появился Кстати, произошло все это еще в ночь на 2 апреля Но стало известно только сегодня Проверяют в полиции и своих Которые тогда дежурили в райотделе И обещают правовое решение Примут по каждому сотруднику Дело по факту кражи машин уже открыли Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы Напомню, только за первые 2 месяца нынешнего года В столице зафиксировано почти 400 угонов Это на 90 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года Киевская полиция за это время обезвредила 10 банд автоугонщиков Но количество преступлений все равно растет В соцсетях появляется все больше групп Где пользователи обмениваются информацией Об украденных или найденных подозрительных авто Многие уверены, такой способ сегодня намного эффективнее Ольга Теребинская, Василий Миновщиков Подробности, телеканал Интер Вокруг столичного дома профсоюзов Снова разгорелся скандал Сегодня коммунальщики демонтировали очередную Вывеску кафе с фасада здания Развлекательное заведение «Каратель» Открылось там на днях Ранее другие предприимчивые бизнесмены Дважды пытались открыть там кафе Но каждый раз общественность выступала против Увеселительных заведений Там, где во время революции достоинства гибли люди Что делать с местом, где произошла трагедия Решают до сих пор И вот как прокомментировал ситуацию Столичный мэр Виталий Кличко Мы написали ответственное доручение В полицию И эта полиция должна принять Ответственные кроки Еще раз хочу наголосить На том, что никакого Дозвілу киевская администрация Не давала Наше завдание Я бы с этой пропозиции выходил В будильник профспілок Потребно сделать музей Музей Майдана В один из крупнейших банков страны Хрещатик ввели временную администрацию Эту информацию уже подтвердили в НБУ Там созвали экстренную пресс-конференцию На которой рассказали Два частных лица с контрольным пакетом акций банка Вывели свои капиталы на свои же фирмы Четверть пакета акций у киевской городминистрации Та уже обратилась в полицию Ведь именно Хрещатик обслуживает социальные карты киевлян Всего же у банка более 300 тысяч вкладчиков В НБУ обещают большинство из них получат свои деньги Из фонда гарантирования вкладов 98,7% этих клиентов Отримают в полном обсязе От шкодования от фонда гарантирования вкладов Физичных осіб В межах, которые предбачены законом Тобто до 200 тысяч гривен Загальный обсяг суммы до выплаты Фондом гарантирования Становит близко 2,8 миллиардов гривен Продолжаем подробности Вот что узнаете из второй части Когда в друзьях согласия нет В парламенте новая оппозиция Вид подозреваемый В чем ГПО обвиняет бывшего вице-премьера Ващевского Коррупционные рекорды Международные эксперты Определили уровень взяточничества в Украине Батькивщина отныне в оппозиции к действующей власти Об этом на пресс-конференции во Львове заявила лидер фракции Юлия Тимошенко Объяснила это так Ее полицила не хочет быть ширмой тому, что творится за кулисами Но необходимые для государства законодательные инициативы Батькивщина обещает поддерживать А вот из переговоров о создании новой коалиции В Верховной Раде полицила официально выходит И мы поняли, что никто не собирается курс страны менять Никто Что они хотят поменять посадовцев местами Найбольшая парламентская фракция Народный фронт Теперь возьмет руководство в парламенте А другая найбольшая парламентская фракция блок Петра Порошенко Теперь возьмет управление урядом Вот и все изменения Мы переходим в демократичную, проевропейскую опозицию И мы говорим про то Что мы идем на достаточно впевненную борьбу Проти старой системы Так когда же будет сформирована новая коалиция? Кто в нее может войти? И когда получим новое правительство? Вот что ответили на эти вопросы политологи На сегодня наибольший формат коалиции Это коалиция, которая сформуется с двух политических сил ВВП, Солидарность, а также Народный фронт Не исключено, что до этой коалиции Время голосования за особенно важные вопросы Яки торкаются с вопросами евроинтеграции, обороны, международной политики Будут долучаться и те политические силы, которые не входят в коалицию Поэтому большинство будет фактично Трохи больше, чем та политическая коалиция Яка будет сформирована с двух политических сил Смена коалиции означает автоматичную смену уряду На сегодня наибольшие шансы имеет нынешний спикер Гройсман Скорее за все, эта коалиция будет оголошена на ближний тиждень-другой По сути, эти дни являются важными для понимания того, когда наконец-то уряд работает Я не думаю, что доведется ждать 30 дней Скорее за все, это тиждень-два не больше Если они говорят, что это новая коалиция, то возникает новое коалиционное соглашение Возникает совершенно новый кабинет министров и новый премьер Арсений Петрович всем своим видом показывает, что он не намерен никуда уходить И он там будет зубами держаться за кресло и так далее Самая вероятная и самая обсуждаемая и та, которая может пройти через парламент Это Гройсман, конечно Западные партнеры хотели Ярейска, но она не пройдет через парламент А другие вообще не пройдут через парламент Ситуация сегодня движется к тупику, который очень выгоден Арсению Яценюку Единственное, что тоже это продолжаться, безусловно, долго не может Потому что нахождение Яценюка на должности премьер-министра Не только приводит к деградации страны экономической, политической Но и приводит к стремительному падению рейтингов проевропейских политических сил Всех, начиная от блока Петра Порошенко, заканчивая Юлией Тимошенко Поскольку времени нет, времени нет ни у президента, ни партии и коалиции На протяжении ближайших двух-трех недель будет все-таки сформирована, скорее всего, новая коалиция Без Юлии Тимошенко И будет, скорее всего, сформировано, возможно, новое правительство Или хотя бы назначен новый премьер-министр Украины А вот один из соратников Янец Сынюка, бывший вице-премьер его правительства Оказался под прицелом Генпрокуратуры В чем его подозревают и как сам экс-чиновник все это комментирует, выясняла Елена Митясова Бывшего вице-премьер-министра правительства Яценюка Валерия Ващевского Подозревают в криминале, якобы пользуясь служебным положением С нарушением строительных норм возводил столица Высотки На углу улиц Новоселецкая, Буславская Одна из наиболее скандальных здесь до сих пор идет строительство Место разрешенных четырех этажей уже выросло порядка двадцати Главное следственное управление Генпрокуратуры в отношении Ващевского Сейчас проводит досудебное расследование А Печерский суд в прошлом месяце разрешил налоговой провести выемку документов У компании «Жустроинвест», учредителем которой и является экс-вице-премьер По данным следствия, в уставной капитал компании он в 2011 году Внес незадекларированный почти 12 миллионов гривен Сам Ващевский это отрицает и по телефону нас заверил Ни о каком уголовном деле не знает Я не знаю о чем вы говорите Предметы мне неизвестны Я по этому поводу ничего не знаю Я вам ничего не могу прокомментировать В Генпрокуратуре хоть следствие пока тоже не комментирует Напомню, Ващевский вице-премьером в правительстве Арсения Уценюка Был с декабря 2014 по сентябрь 2015 года по квоте радикальной партии Ляшко В сентябре прошлого года он подал в отставку в связи с выходом фракции с парламентской коалиции А спустя несколько дней Верховная Рада проголосовала за его увольнение В уголовных делах Ващевский фигурирует не впервые В 2010-м, когда возглавлял Укравтодор В отношении него и еще нескольких лет было возбуждено уголовное дело Ващевского подозревали в незаконном отчуждении госпредприятия Но спустя два года дело закрыли из-за отсутствия состава преступления Елена Митятова, Василий Минощиков, подробности, телеканал Интер А если красть, то миллион Эксперты Transparency International вывели формулу выживания украинских вымогателей Чем больше взятка, тем больше шансов у мздоимца в Украине остаться на свободе К такому выводу пришли, проанализировав около тысячи дел по статье вымогательства И оно у нас, судя по всему, только процветает Ну вот посудите сами Размер взятки в Украине за прошлый год вырос до 40 тысяч гривен За решеткой оказалась всего пятая часть чиновников, которых поймали на горячем При этом средний срок лишения свободы составил 4 года и 7 месяцев Хотя максимальное наказание за незаконное обогащение 12 лет Но такой приговор за последние два года не получил ни один взяточник в Украине Аналитики отмечают наибольшее количество коррупционеров, которых все-таки осудили Среди сотрудников правоохранительных органов На втором месте сферы земельных отношений Дальше идут медики, работники образования и недвижимости И только 1% дел против судей Эксперты это связывают исключительно с тем, что расследования судебной коррупции до судов доходят крайне редко Интерпол объявил в розыск высокопоставленных политиков времен режима Януковича Среди разыскиваемых бывший глава администрации президента Андрей Клюев Его подозревают в причастности к разгону митингующих на Майдане В список попал и брат Андрея, нардеп Сергей Клюев По мнению следствия, он причастен к махинациям с оформлением резиденции Януковича в Межигорье Также Интерпол начал розыск экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого Бывшего чиновника обвиняют в хищении средств в особо крупных размерах Сотрудник погранслужбы Украины на службе российских спецорганов Во Львове задержали женщину, которая ратовала за создание так называемых ЛНР и ДНР Больше знает Галина Якушко Коренная жительница Львова, военнослужащая с серьезным стажем В соцсетях она призвала уклоняться от мобилизации Агитировала за создание так называемой Новороссии Свои публикации женщина размещала в основном в группах Левый сектор и Антимайдан Там же выкладывала фото Все указания пограничница получала из России От администратора сайта Львовская народная республика СБУ пыталась выйти на автора антиукраинских публикаций год С тех пор, как заработал сайт На днях женщину задержали Дома у нее взяли компьютер и флешки Все материалы, которые она репостила Все материалы, которые были в ней на компьютере Они будут переданы на экспортизу Будет дана им оценка экспорта Они страдают элементы, которые деструктивы и пропаганды, скажем, ДНР, ВНР 38-летняя сотрудница погранслужбы всю жизнь служила в разных структурах Последние 10 лет во львовском погранотряде Коллеги утверждают О тайных пристрастиях диверсантки даже не подозревали Будет проведена внутренняя проверка службового расследования Будут проведены определенные комплексы заходов, которые бы не могли повторить таких ситуаций Из погранотряда женщину уже уволили Ее обвиняют в публичных призывах к свержению конституционного строя Наказание за это до трех лет тюрьмы Галина Якушко, Юрий Голубинко, подробности, телеканал Интер, Львов Обострение на Мариупольском направлении Боевики атаковали украинские позиции по всему сектору от Марьинки до Широкина Использовали при этом и запрещенные калибры Детали в материале нашего военкора Руслана Смещука Передовые позиции в районе поселка Гранитного Здесь по руслу Кальмиуса проходит линия разграничения Ее периодически пытаются преодолеть диверсанты боевиков Последняя попытка была сегодня ночью Там вообще у нас лошбина Там, там было два, там два, там два Ну они бегают, они везде, короче И там, и там, и там пропали, появились Каспер боец батальона Черкассы Он один из тех, кто отбивал ночную атаку Вот из этого тяжелого пулемета ДШК Военные называют такие Дашками Но у этого оружия другое имя Назвал в честь жены, признается Каспер Мое оружие, вон, Светочка, моя жена, дайте привет Я ухаживаю как за своей женой Солдат служит почти год Говорит, по жене очень соскучился Будто прочитал мысли Каспера Звонит Света Скорее всего ночная атака была попыткой Выявить, засветить, как говорят бойцы Армейские огневые точки Это просто військовая тактика Выявить огневые точки Выявить, откуда находится Наиболее эффективный огонь Чтобы на себя выкликать Наши позиции Но жарко было не только в Гранитном Полыхало по всей линии разграничения От Марьинки до Азовского моря Как сообщают военные Сейчас боевики отрабатывают Совместные действия Диверсионно-разведовательных групп В связке с артиллерией Кроме того, перебросили На мариупольское направление Запрещенные минскими договоренностями Танки и артиллерию Зафиксировано 15 обстрелов Наших позиций На протяжении всей линии разграничения То есть это Маренко, Красногоровка Гранитная, Новотроицкая Широкина, Водяное В оккупированном боевиками Населенном пункте Еленовка Были выявлены 10 единиц Ствольной артиллерии И 15 единиц танков Руслан Смещук, Вадим Ревун И Игорь Щепет Подробности Телеканал Интер Полтора миллиона украинцев На востоке страны На грани голода А из них примерно 300 тысяч Нуждаются в срочной помощи К таким выводам пришли эксперты Всемирной продовольственной программы ООН Наихудшая ситуация В неподконтрольных Украине районах Вдоль линии соприкосновения В организации отмечают Каждый месяц Около 270 тысяч человек Смогут получать Гуманитарную помощь Но только если сотрудникам миссии Предоставят полный И беспрепятственный доступ К нуждающимся Адвокаты руководителя Гражданского корпуса Азов Крым Станислава Краснова Пытаются Оспорить меру Пресечения своему Подзащитному Напомню В марте Шевченковский райсуд столицы Назначил ему Круглосуточный Домашний арест Позже изменил Меру пресечения На содержание под стражей Напомню Краснова подозревает В госизмене Подготовке к теракту И незаконном хранении оружия Вот в эти минуты В апелляционном суде Проходит заседание Там находится моя коллега Анна Каменева Аня, здравствуй Ты с нами на связи Скажи, что происходит В зале суда И возможно уже есть решение Здравствуй, Алексей Заседание началось Полуторачасовым опозданием Как позже объяснили Сами судьи Задержка произошла Из-за их загруженности Однако не успело Само заседание начаться Так как тут же Едва ли не закончилось Душу и тело Мы положим За нашу свободу На этом судовое заседание На розпочатке Все окончается Все переносит Возле справа На зал успокоился И судьи все же решили Открыть заседание Адвокаты сразу же Выступили с ходатайством И подали дополнение К апелляционной жалобе Попросили в зале суда Прослушать аудиозапись Заседание Шевченковского райсуда Где Станиславу Краснову Собственно изменили Меру пресечения С домашнего ареста На взятие под стражей Защита утверждает Что судья Который принимал Это решение Был избран Не автоматизированной Системой А вручную Что противоречит Закону Прокуроры же Попросили время Ознакомиться с ходатайством И отложить заседание На несколько дней Судьи решили Все же сначала Прослушать аудиозапись Но она оказалась Некачественной Поэтому перенесли заседание На 11 апреля Чтобы и прокуроры И судьи Смогли ознакомиться С этими материалами Но как уже стала традицией На судах По делу Краснова Его группа поддержки Снова устроила В зале заседаний Переполох Люди начали Выкрикивать В сторону судей Нецензурные слова А при попытке Прорваться К судейскому столу Возникла потасовка С охраной На этом собственно Все и закончилось Алексей Спасибо Аня На связи с подробностями Была моя коллега Анна Каменева В Нагорном Карабахе Перемирие Азербайджан и Армения Прекратили огонь В связи с началом Переговорного процесса Напомню Бои там продолжались Четыре дня Погибли десятки военных Есть жертвы И среди мирных жителей За 22 года Это самое серьезное Обострение Ситуации в этом регионе В Вене Сегодня прошли Переговоры Минской группы ОБСЕ По Нагорному Карабаху Представители Франции США и России Решили отправить Своих уполномоченных В Армению И Азербайджан Для решения конфликта К мирному урегулированию Ситуации призывает Также украинский МИД И отмечает Что сделать это Возможно только На основе соблюдения Суверенитета И территориальной целостности Азербайджана Вполне очевидно Что военный конфликт Не решит проблем Точно так же Как это не сделает И статус-кво Мы отправляем Специальную миссию ОБСЕ В этот регион Чтобы восстановить Все факты Непосредственно на месте Допинговый скандал С участием звезд Большого спорта Разразился В Великобритании Оказалось Запрещенными препаратами Торговали в престижных Клиниках столицы Клиентов Хоть отбавляй Прибыли заоблачные Кто разоблачил Преступную сеть Оксана Кудеренко Подробнее Газета Таймс Опубликовала Сенсационное расследование В центре которого Вот этот человек Некий доктор Марк Бонар Презентабельный Сотрудник Элитной клиники В центре Лондона А на самом деле Фактически Наркоторговец Некоторые медикаменты Которые я использую Запрещены В профессиональном спорте И вы должны это понимать Но я уже работал Со многими Профессиональными атлетами Которые принимали Такие вещества Главное знать Как это делать К доктору Подослали Подающего надежды Молодого бегуна Который жаловался На усталость И плохое восстановление После травм Горе-врач Тут же прописал Запрещенный Тестостерон И гормоны роста Гормон роста Необходимо Вводить шприцем Я вам это говорил Что касается Тестостерона Могу предложить Следующее Я могу его Прямо сейчас Вколоть Препарат Не бида Это тестостерон Замедленного действия Далее Последовали Подробные инструкции О том Как скрыть Следы лекарств Перед соревнованиями И сенсационные признания Мол Среди клиентов Боннера Футболисты Премьер лиги Из Челси Арсенала Боксеры Теннисисты Велосипедисты Участники Тур-де-Франц Всего 150 человек Их имена Журналисты Решили не разглашать Ведь кроме слов доктора Никакого подтверждения Что они принимали Допинг нет Для меня очевидно Что британское Антидопинговое агентство Прятало под ковер Доказательства Того Как распространялся Допинг Они просто не были Заинтересованы В моем расследовании Говорит бегун Работавший под прикрытием Еще год назад Репортеры Отдали свои материалы Антидопинговому агентству Которое не предприняло Никаких действий Только после публикации Министр спорта Великобритании Призвал главу Организации К ответу Почему вы это Сразу не расследовали? Наше агентство Всерьез относится К материалам Опубликованным Сандэй Таймс Мы будем тщательно Изучать всю эту информацию Теперь делом Занимается Независимая комиссия И я не могу В данный момент Что-либо добавить Чиновники Которые пока Не собираются в отставку Ограничились лишь Сухими заявлениями И обещаниями О проверках А вот Марка Боннера Который работал В клинике Управляющим директором Тут же уволили Оказалось Лекарь давно Практиковал без лицензии Который лишился Из-за неправильных Диагнозов И спекуляций Возможно Теперь ему придется Ответить по закону Вот как наказать Остальных участников Допингового скандала Вопрос без ответа Оксана Кундеренко И Сергей Дубинин Подробности Британское Бюро телеканала Интер Как Дита Фонтиз Позировала в украинской вышиванке И во сколько может обойтись Желание перевоплотиться В Памелу Андерсон Об этом и не только Узнаете из нашего обзора Звезде Бурлеска Дите Фонтиз Понравились украинские вышиванки В инстаграме Фото на котором Дита вместе с моделью Фиона Элихи Позирует в украинских нарядах Так и подписано В наших любимых вышиванках 43-летняя Дита Фонтиз Чем только не занимается Снимается для журналов Поет Участвовала даже в Евровидении И выступает в Бурлеск-шоу Самый знаменитый номер артистки Купание в гигантском бокале Кэролин Андерсон Из Ливерпуля Бьет рекорды перевоплощения Девушка потратила уже 28 тысяч долларов Чтобы стать похожей на своего кумира Памелу Андерсон 31-летняя британка Перенесла 9 операций на груди А еще увеличивала губы И отбеливала зубы Каждые полгода Она делает инъекции ботокса В область лица И регулярно ходит в солярий Чтобы цвет кожи был Как у американской селебрити По словам Кэролин Она тратит на свой рестайлинг Почти все заработанные деньги В Нью-Йорке продается стул На котором Джоан Роулинг Написала две книги О Гарри Поттере Стартовая цена лота 65 тысяч долларов Когда Роулинг Была никому неизвестной писательницей И сама воспитывала ребенка Ей подарили 4 старых стула Именно этот британке Показался наиболее удобным В сопроводительном письме К лоту автор Поттерианы Созналась Ей жаль расставаться со стулом А вот ее спина напротив Ни о чем не жалеет Британцы Рои Викерман И Нора Джексон Снова поженились Спустя 70 лет Пара развелась После Второй мировой войны В 1946-м Десятилетиями Оба жалели о случившемся И только теперь Когда Джексон Исполнилось 90 Викерман решил Разыскать свою экс-супругу И вновь сделать ей предложение Уже известно Свадьбу справят летом Викерман подарил избраннице То же кольцо Что и 70 лет назад Высшую военную награду Великобритании Для животных Получила немецкая овчарка По кличке Лука Церемония награждения Прошла в Веллингтонских Казармах В центре Лондона За 6 лет службы Пес принял участие В 400 миссиях В Ираке и Афганистане В корпусе морской пехоты США Луку учили находить взрывчатку Во время одной из операций По обезвреживанию боеприпасов Лука потеряла лапу По данным морской пехоты США Собака Спасла жизни тысячам солдат Вот таким запомнится Этот день Украине и миру Спасибо, что смотрели подробности До встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова